Добрый день с новостями. К этому часу Алия Абитова. Коротко о главных событиях дня. Кто подозревается в терроризме? 16 человек с начала лета попали в больницу после укуса Каракурта в Атравской области. Большинство из них дети. Им сразу оказали своевременную медицинскую помощь, говорят специалисты. И сейчас здоровью пациентов ничего не угрожает. От пауков страдают и домашние животные. В регионе их атаки подверглись 180 верблюдов. Крестьяне заявляют о падеже скота. Эпидемиологи просят горожан сразу же обращаться в медучреждение, если подозревают, что их что-то ужалило. Есть люди, которые проживают в частном доме. Мы рекомендуем им надевать перчатки и одежду, которая бы полностью закрывала все тело при уборке дворов. Просим жителей также тщательно проверять обувь и верхнюю одежду, когда они заходят с улицы или оставляют эти вещи за порогом. Полиция Жамбулской области задержала пенсионера, который выращивал в своем огороде наркосодержащие растения. 61-летний мужчина засеял у себя целую плантацию. На урожайном участке обнаружено 37 кустов каннабиса и 1520 мака. Всего у предприимчивого жителя изъяли больше 100 килограммов наркотиков. По информации областной полиции, посевы наркосодержащих растений уничтожены. Задержанный дал признательные показания, водворен в ИВС Жамбулсковороб. В рамках мероприятия Карасура 2024 будут продолжены мероприятия, направленные на выявление и пресечение незаконного культивирования транзита наркотиков. Казахстанские полицейские изъяли около 13 тонн наркотиков во время спецоперации. Республиканское оперативно-профилактическое мероприятие Карасура проводится в период роста и возревания наркосодержащих растений. С июня по октябрь они пресекли 523 наркоправонарушения. За все время спецоперации полицейские ликвидировали одну нарколабораторию по производству синтетических наркотиков, выявили и уничтожили плантацию по выращиванию конопли и обнаружили незаконную культивацию. По всем фактам начаты досудебные производства. За эти преступления может грозить наказание в виде лишения свободы от 5 до 15 лет с конфискацией имущества. Религиозных радикалов задержали сотрудники КМБ в Астане, Шимкенте, Атраусской и Жамбылской областях. Четверых граждан Казахстана и одного иностранца подозревают в террористической деятельности, пропаганде терроризма и вербовке людей. Известно, что один из них участвовал в боевых действиях на территории другой страны и имеет судимость. Хорошие результаты показывает рекультивация территории вокруг хранилища радиоактивных отходов Кошкарата. Об этом говорят местные специалисты. Ранее экологи предложили создать там зеленую зону, которая должна была защитить близлежащие населенные пункты от опасной пыли. Проект реализуется в три этапа и стартовал еще в 2021 году. Согласно нему, растения будут высажены на 120 гектарах вокруг озера. Сегодня на 40 гектарах высажено более 150 тысяч штук сексаула, высота которых достигает 1,5-2 метра. Растения, как дети, за ними нужен особый уход. Это кропотливая работа выращивать сексаула в таких условиях. К счастью, результаты хорошие. Пахотные земли защищают людей и населенные пункты от токсичных веществ и вредителей. Отмечу, хвостохранилище Кошкарата расположено в трех километрах от города Актау. Местные промышленные предприятия в течение многих лет сливали в него радиоактивные и токсичные отходы. В результате образовалось озеро со 105 миллионами тонн вредных веществ. Это создало большую опасность для здоровья жителей трех населенных пунктов – Баскудук, Баянды и Атамикен. Тогда одним из решений экологической проблемы стала высадка зеленого пояса. Результаты показывают 80% эффективности. Проект можно считать успешным, если данные и показатели выше 60%. 15 дней осталось до начала летних Олимпийских игр в Париже. Наши спортсмены уже один за другим отправляются в столицу Франции. О том, каков их уровень подготовки, нам расскажет советник министра туризма и спорта по связям с общественностью и средствами массовой информации Диас Ахмедшари. Сейчас он с нами на прямой связи. Здравствуйте, Диас Айткалиулы. Скажите, пожалуйста, какие в целом ожидания от предстоящих игр и кто подает большие надежды на победу? Вы в эфире. Вы знаете, что в этом году на 33-летних Олимпийских играх в Париже честь Казахстана будут защищать 80 спортсменов по 25 видам спорта. У нас 92 лицензии. Конечно, мы связываем надежды в первую очередь с нашими боксерами, потому что у нас боксерская держава. Мы входим в тройку боксерских держав в мире. Очень хорошая, сильно известная школа. У нас надежды связаны с боксерами. Семь у нас боксеров в мужской категории и три женщины в весовых категориях отобрались. Всего 10 лицензий у нас у боксеров. Также связываем надежды с борцами. У нас 8 лицензий, 4 в греко-римской борьбе, 4 в вольной борьбе. Также у нас есть определенные позиции с пулевиками нашими. Если вы помните, на азиатских играх в Ханжоу наши пулевики принесли нашу сбору на несколько золотых медалей. Также мы связываем надежды и спортивной гимнастики. У нас 8 лицензий. Стрельба из лука. Велоспорт. Не без этого. Ну и также у нас в этом году впервые на Олимпийских играх в программу Олимпийских игр вошел такой вид спорта, как брейкинг. И наш молодой парень Амир Закиров, он отобрался на Олимпиаду, получил лицензию. И будет бороться в числе 16 спортсменов, будет бороться также за медаль. Сейчас он в рейтинге идет четвертый. И мы также связываем с ним определенные надежды. Брейкинг у нас будет идти, то есть состязание по этому виду спорта будет проходить в последний день Олимпиады 11 августа. А как вы думаете, как наши спортсмены покажут себя на этих Олимпийских играх по сравнению с прошлыми годами? Ну вы знаете, все-таки это Олимпиада, это спорт. В спорте делают прогнозы, все-таки прогнозы это дело неблагодарное, как вы сами знаете. Поэтому на Олимпиаду в Париж приедут 10,5 тысяч атлетов из 205 стран мира, которые прошли лицензионные отборы, турниры. И будет очень сложно, будет нелегко. Поэтому, конечно, последняя Олимпиада в Токио 2020-2020, которая прошла в 2021 году, мы приехали с 8 бронзовыми медалями. Не получилось выиграть серебро и золото. Но в этот раз, конечно, ребята готовы, настроены мы, настроены на борьбу. И, соответственно, будем стараться выступить лучше, чем в Токио однозначно. Но в любом случае не будем забывать, что это Олимпиада, и все-таки 10 500 спортсменов и самые сильнейшие на планете приедут оспаривать титул олимпийского чемпиона. А для каждого спортсмена все-таки это мечта, это потолок стать олимпийским чемпионом, потому что помимо олимпийских игр больше уже больших стартов нет. Поэтому будет очень ожесточенная борьба. Я призываю всех казахстанцев болеть за наших спортсменов. И мы верим в нашу команду, мы верим в нашу сборную и надеемся, что мы выступим все-таки чуть лучше, чем было в Токио. Есть у нас надежды большие. Спасибо большое за содержательный ответ. И, несомненно, вся страна будет болеть за наших соотечественников. Ну а нашим спортсменам мы желаем удачи. Казахстан стал первой страной в Центральной Азии, в которой пройдет этап турнира World Tour по баскетболу. В разновидности 3 на 3 этого вида спорта. Состязание пройдет 13 и 14 июля возле Дворца Республики Валматы. В нем примут участие 12 команд из 10 стран мира, в том числе две из нашей страны. Мероприятие пройдет под эгидой Международной Федерации Баскетбола ФИБО. Посмотреть эту игру и поболеть за наших можно будет бесплатно. Баскетбол 3 на 3 является частью олимпийской программы. Наш турнир в этом смысле даже последний перед Олимпиадой. Очень здорово, что наконец-то Казахстан стал одним из этапов, одной из точек на карте топовых турниров 3 на 3. Нацбанк снизил базовую ставку до 14,25% годовых. По словам председателя Тимура Сулейменова, годовая инфляция в мае-июне продолжила постепенно снижаться. В прошлом месяце она составила 8,4%. На это повлияли замедление роста цен на продукты и низкие темпы тарифной реформы. Наибольший рост цен наблюдается в сфере платных услуг на фоне программы «Тариф в обмен на инвестиции». Сейчас базовая ставка, по его словам, находится в умеренно жесткой зоне. Нацбанк намерен работать над снижением инфляции до уровня 5%. То есть от 8,4% до 5% еще ехать и ехать, еще очень далеко. Поэтому в этих условиях преждевременно снижать денежно-кредитную политику, потому что мы можем застрять на этих 8,8+, надолго. Это не является хорошим макроэкономическим условием для дальнейшего роста экономики, инвестиций и так далее. Это вся информация к данному часу. Итоги дня смотрите в 19.30. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова